То, что у юных матросов вопросов нет, стало понятно с первых минут конкурсной игровой программы. А вот ответов было, хоть отбавляй. Казалось, что нет ничего, на что бы не смогли ответить юные продолжатели морского дела. Будь то устройство шлюпки, флажный семафор или техника безопасности. А ведь состязались ребята первого года обучения. Учащиеся первого года обучения показывают, чему научили их преподаватели за эти полгода. А зам морского дела, каким, вязание узлов, флажному семафору и так далее. И пока еще нету, мы принимаем их в юнги и вручаем им удостоверение юнги. Для них это имеет большое значение. Они становятся маленькими морячками города Бреста. И будущие, пока еще маленькие морячки, с усердием стремились поскорее заслужить это звание. Две команды «Тайфун» и «Резвый» в упорной борьбе за первенство демонстрировали свои знания и умения, приобретенные в период обучения в центре. Нелегко пришлось уважаемому жюри и гостям в этот день. Вот эти мальчишки напоминают меня. Именно в 10-11 лет я стал моряком. И я гляжу на этих ребят и хочу, чтобы они тоже стали настоящими мужчинами. Не обязательно, чтобы они были все моряками, но они почувствуют, что такое прелесть морской службы. Что такое умение вязать морские узлы, ходить на шлюпки под парусами и на веслах, почувствовать тяжесть морской службы, полюбить море и, главное, научиться плавать. Не каждому из участников предстоит связать свою дальнейшую жизнь с морем. Но основные понятия о дружбе и братстве, полученные в стенах центра, ребята точно пронесут через всю дальнейшую жизнь. Продолжение следует...